Слава Богу за все! Аминь. Иоанн Златоуст. Тон 4. В двух книгах. Книга 1. Санкт-Петербург. Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1898 год. От Совета Санкт-Петербургской Духовной Академии печатать дозволяется. Санкт-Петербург, 25 сентября 1897 года. Ректор Академии и епископ Иоанн. Типография Лапухина. Тележный переулок. 3.5. Святого Отца нашего Иоанна Златоуста. Беседы на книгу Бытия. Беседа 1. Увещательное слово при наступлении Святой Четыридесятницы. Радуюсь и веселюсь, видя ныне, что Церковь Божия красуется множеством своих чад, и все выстеклись с великой радостью. Когда смотрю на светлые лица ваши, то нахожу в них яснейшие доказательства вашего душевного веселья, как и Премудрый сказал, «Веселое сердце делает лицо веселым». Притча 15.13. Поэтому и я встал сегодня с большим рвением, имея в виду и участвовать с вами в этой духовной радости, и вместе с тем желая быть для вас провозвестником наступления Святой Четыридесятницы, как врачества душ наших. А общий всех нас Господь, как чадолюбивый Отец, желая очистить нас от грехов, сделанных нами в какое бы то ни было время, и даровал нам врачество в святом посте. Итак, никто не скорби, никто не являйся печальным, но ликуй, радуйся и прославляй попечителя душ наших, открывшего нам этот прекрасный путь, и с великим весельем принимай его наступление. Да постыдятся эллины, да посрамятся иудеи, видя, с какой радостью, готовностью мы приветствуем его наступление, и да познают самим делом, какое различие между нами и ими. Пусть они называют праздниками и торжествами пьянство, всякого рода необузданность и бесстыдство, которое обыкновенно при этом они производят. Церковь же Божия, вопреки им, да называет праздником пост, презрение, удовольствие, чрево и следующее затем всякого рода добродетели. И это есть истинный праздник, где спасение душ, где мир и согласие, откуда изгнана всякая житейская пышность, где нет ни крика, ни шума, ни бегания поваров, ни заклания животных, но вместо всего этого господствует совершенное спокойствие, тишина, любовь, радость, мир, кротость и бесчисленное благо. Вот об этом-то говорю, в празднике побеседуем несколько. С вашей любовью наперед прося вас выслушать слова наши с полным спокойствием, чтобы вы могли уйти отсюда домой, принесся добрый плод. Мы собираемся сюда не просто и не напрасно для того только, чтобы один говорил, а другой рукоплескал словам первого, а затем все расходились отсюда. Но чтобы и мы сказали что-нибудь полезное и потребное к вашему спасению, и вы получили плод и великую пользу от слов наших, и с тем вышли отсюда. В церковь есть духовная лечебница, и приходящие сюда должны получать соответствующие врачества, прилагать их к своим ранам и с этим уходить отсюда. А что одно слушание без исполнения на деле не принесет никакой пользы, об этом послушай блаженного Павла, который говорит, «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Римлянам 2.13 Итак, возлюбленные, зная, что нам не будет никакой пользы от слушания, если не последует за ним исполнение на деле, будем не только слушателями, но и исполнителями, чтобы дела, соответствующие словам, послужили основанием одушевленного слова. Отверзите же недра души вашей и примите слово о посте, как готовящиеся принять целомудренную и прекрасную невесту украшают брачную горницу со всех сторон покровами, очищают весь дом, не впускают в него ни одной негодной служанки и потом уже вводят невесту в брачный покой. Подобно этому желаю, чтобы и вы, очистив свою душу и распростившись с забавами и всяким невоздержанием, принялись распростертыми объятиями «Матерь всех благ» и «Учительницу целомудрия и всякой добродетели», то есть «Пост». Так, чтобы и вы наслаждались большим удовольствием, и он, пост, доставил вам надлежащее и соответственное вам врачество. И врачи, когда намериваются дать лекарства, желающим очистить у себя гнилые и испортившиеся соки, приказывают воздерживаться от обыкновенной пищи, дабы она не помешала лекарству подействовать и оказать свою силу. Тем более мы, готовясь принять это духовное врачество, то есть пользу, происходящую от поста, должны воздержанием очистить свой ум и облегчить душу, дабы она, погрязшая от невоздержания, не сделала для нас пост бесполезным и бесплодным. Три. Вижу, что многим кажутся странными слова наши, но, прошу вас, не будем безрассудно раболепствовать привычки, а станем устроять свою жизнь согласно с разумом. В самом деле, разве будет нам какая-либо польза от того, что целый день проведем в объедении и пьянстве? Что говорю, польза, напротив, от этого произойдет великий вред и непоправимое зло. Как скоро ум помрачился от неумеренного употребления вина, то сейчас же, в самом начале и на первом шагу прекращается польза от поста. Что неприятнее, скажи мне, что гнуснее тех людей, которые, упиваясь вином до полуночи, под утро при восхождении солнца испускают такой запах, как нагруженные свежим вином. Они оказываются неприятными встречающимся и презренными в глазах рабов, и смешными для всех, сколько-нибудь знающих приличия. А что всего важнее, таким невоздержанием и безвременную гибельную неумеренностью навлекают на себя гнев Божий. Пьянице, сказано, царствие Божие не наследует. 1 Коринфянам 6.10 Что же может быть жалче этих людей, которые за краткое и гибельное удовольствие извергаются из преддверий царствия? 2 Коринфянам 6.10 Как невоздержанность в пище бывает причиной и источником бесчисленных зол для рода человеческого, так пост и презрение удовольствия чрева всегда были для нас причиной несказанных благ. Сотворив в начале человека и зная, что это врачество весьма нужно ему для душевного спасения, Бог тотчас же в самом начале дал первозданному следующую заповедь. От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Слова «это вкушай, а этого не вкушай» заключали некоторый вид поста. Но человек вместо того, чтобы соблюсти заповедь, приступил ее, поддавшись чревоугодию. Он оказал прислушание и осужден был на смерть. Лукавый демон и враг рода нашего, как увидел, что первозданный проводит в раю беспечальную жизнь и облеченный плотью живет на земле как ангел, решился соблазнить и увлечь его к падению обещанием еще больших благ и таким образом лишил его и того, чем он уже обладал. Вот что значит не оставаться в своих пределах, но домогаться большего. На это-то указывая, Премудрый сказал, «Завистью же дьявола смерть вошла в мир». Премудрости 2.24 «Видел ты, возлюбленный, как смерть и вначале пришла от невоздержания. Посмотри, как и впоследствии Божественное Писание постоянно осуждает увеселение и говорит в одном месте «И сел народ есть и пить, и стал играть». Исход 32.6 стих «А в другом месте и уточнел, отолстел и разжирел Израиль» Второзаконие 32.15 «И жители Содома этим же, сверх прочих преступлений, навлекли на себя неумолимый гнев Божий». Послушай, что говорит пророк. «Все беззаконие Содомы в гордости, пресыщении и праздности» Иезекииля 16.49 «Этот пророк есть как бы источник и корень всего худого». 4. «Видишь вред от невоздержания. Посмотри теперь на благотворное действие поста. Проведший 40 дней в посте, великий Моисей удостоился получить скрижали закона. Когда же, сошедший с горы, увидел он беззаконие народа, то бросил эти скрижали, полученные с таким усилием, и разбил, почитая несообразным, сообщить заповеди Господни народу, пьянствующему и поступающему беззаконно. Поэтому чудный этот пророк должен был поститься еще 40 дней, чтобы удостоиться опять получить свыше и принести к народу скрижали, разбитые за его беззаконие. И великий Илья постился столько же дней и избег владычества смерти, вознесся на огненной колеснице, как бы на небо, и до ныне не испытал смерти. Ему с желаний, много дней проведший в посте, удостоился чудного того же видения». Даниила 10.3 «Он же укротил ярость львов и обратил ее в кротость овец, не переменив природы, но изменив расположение, между тем, как зверскость их оставалась та же. И неневитяне постом отклонили определение Господня, заставив поститься вместе с людьми и бессловесных животных, и таким образом, оставив отставший от всех злых дел, расположили к человеколюбию владыку вселенной». Ионы 3.7 «Но для чего мне еще обращаться к рабам? Можем ведь насчитать множество и других, которые прославились постом и в Векхам, и в Новом Завете, когда нужно указать на всеобщего нашего владыку. И сам Господь наш Иисус Христос после сорокадневного поста вступил в борьбу с дьяволом и подал всем нам пример того, чтобы и мы тем же постом вооружались и, приобретши через это силу, вступили в борьбу с дьяволом». Матфея 4.2 «Но здесь, может быть, кто-либо с острым и живым умом спросит, почему владыка постится столько же дней, сколько и рабы, а не больше их? Так сделано не просто и не напрасно, но премудро и по-неизреченному его человеколюбию, чтобы не подумали, будто он явился призрачно и не принял на себя плоти или не имел природы человеческой. Для этого он постился столько же дней, а не больше и таким образом заграждает бесстыдные уста охотникам до споров. «Если и теперь, когда уже так произошло, еще осмеливаются говорить это, то чего бы не осмелились сказать тогда, когда бы Господь по своему предведению не отнял у них повода к спорам? Поэтому он благоволил поститься не больше, но столько же дней, сколько и рабы, чтобы самим делом научить нас, что он облечен был такой же, как мы, плотью и не был чужд нашей природы». 5. Итак, ясно стало нам и из примера рабов, и из примера самого Господа, что велика сила поста, и много пользы от него бывает в душе. Поэтому прошу любовь вашу, чтобы, зная пользу от поста, вы не лишились ее по нерадению и при его наступлении не печалились, но радовались и веселились, согласно словами блаженного Павла. «Если внешний наш человек тлеет, то внутренний обновляется» 2 Коринфянам 4.16. В самом деле, пост есть пища для души, и как телесная пища уточняет тело, так и пост укрепляет душу, сообщает ей легкий полет, делает ее способной подниматься на высоту и помышлять о горнем, и поставляет выше удовольствия и приятности настоящей жизни. Как легкие суда скорее переплывают моря, а обремененные большим грузом затопают, так и пост. Делая ум наш более легким, способствует быстро переплывать море настоящей жизни, стремиться к небу и к предметам небесным, не дорожить настоящим, а считать его ничтожнее тени и сонных грез. Напротив пьянства и объедения, обременяя ум и уточняя тело, делают душу пленницею, обуревая ее со всех сторон и не позволяя ей иметь твердую основу в суждении, заставляют ее носиться по утесам и делать все ко вреду собственного своего спасения. Не будем же возлюбленные, беспечны в устроении нашего спасения, но зная, сколько зол проистекают от невоздержанности, постараемся избегать вредных от нее последствий. Роскошь воспрещена не только в Новом Завете, где больше уже требуется любомудрие, больше предлагаются подвиги, великие труды, многочисленные награды и неизреченные венцы, но не позволялось и в ветхом, когда находились еще под тенью, пользовались светильником и вразумляемы были понемногу, как дети, питаемые молоком. И чтобы не думать вам, будто мы так осуждаем увеселение без основания, послушайте пророка, который говорит о мозге. Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Амоса 6.3.6. В другом, видите, как обличает пророк роскошь и, притом говоря, иудеям бесчувственным, неразумным, ежедневно предававшимся чревоугодию, показывать, что наслаждение пищей и вином ограничивается только гортанью и устами, а дальше не простирается. Удовольствие кратковременно и непродолжительно, а скорбь от него постоянно и бесконечно. И это говорит, зная по опыту, что все проходит, чтобы не считали постоянным. Все улетает и ни на минуту не останавливается. Таково ведь все человеческое и плотское, не успеет появиться и улетит. Таково веселье, такова слава и власть человеческая. Таково богатство, таково вообще благополучие нашей жизни настоящей. Оно не имеет в себе ничего прочного, ничего постоянного, ничего твердого, но убегает скорее речных потоков и оставляет с пустыми руками и ни с чем тех, которые прилипляются к этому. Напротив, духовное не таково. Оно твердо и непоколебимо, не подлежит переменам и пребывает вечно. Как же было бы безрассудно менять непоколебимое на колеблющееся, вечное, на временное, постоянно пребывающее, но скоро приходящее, доставляющее великую радость в будущем веке на то, что уготавляет нам там великое мучение, размышляя обо всем этом, возлюбленные и дорожа своим спасением, презрим бесплодные гибельные увеселения, возлюбим пост и всякое другое любомудрие, покажем великую перемену в жизни и каждый день будем спешить к совершению добрых дел, чтобы в течение всей Святой Четыре Десятницы, совершив духовную куплю и собрав великое богатство добродетели, нам таким образом удостоится достигнуть и Дня Господня, то есть праздника Пасхи, с дерзновением приступить к страшной и духовной трапезе, с чистой совестью быть причастниками неизреченных и бессмертных благ и исполниться небесной благодатью по молитвам и ходатайству, благоугодивших самому Христу, человеколюбивому Богу нашему, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.